Испания, начало XX века. Это история об обычной жительнице Барселоны. Хрупкой женщине, деяние которой и по сей день выглядит чем-то запредельным. Ее нарекли свирепым прозвищем вампирша из Барселоны, и надо сказать, она оправдала его полностью. Энрикета Марти Риполес, в некоторых источниках Риполь, родилась в небольшом каталонском городе Санфелио Делю Бригад в 1868 году, по другим данным, в 1871. В юном возрасте, в поисках лучшей жизни, Энрикета перебралась в Барселону и первое время работала няней в состоятельных домах. Однако, быстро сообразила, что это занятие больших денег ей не принесет. Недолго думая, Энрикета переквалифицировалась из няни в жрицу любви. Она работала как в домах терпимости, так и на улице, в районе Барселонского порта или в квартале Портал де Санта-Мадрона. В 1895 году, прямо на своем рабочем месте, Энрикета Риполес познакомилась с художником по имени Хуан Пужало и вышла за него замуж. Но счастливой семейной жизни не получилось. Хуан своим ремеслом не мог заработать достаточно денег. Пара занималась торговлей антиквариатом и держала небольшую лавку с различными зельями и снадобьями. Однако средств все равно не хватало. И через некоторое время Энрикета вновь начала добывать деньги старым проверенным способом. Разумеется, брак начал трещать по швам. По словам Хуана, они расставались и сходились шесть раз. Но в конечном итоге мужчина все же ушел, не пожелав мириться с неподобающим поведением своей супруги. Энрикета Риполес посвятила все свое время любимому ремеслу и через некоторое время, заработав достаточно средств, открыла свой собственный публичный дом. Из опыта общения с клиентами Энрикета поняла, что многие готовы платить гораздо больше за воплощение в жизнь своих запретных желаний. И Риполес, обладавшая неплохой деловой хваткой, решила расширить спектр услуг, которые предоставляло ее заведение. С утра, одевшись в лохмотье, Энрикета отправлялась в нищие кварталы Барселоны, где находила детей и, предлагая накормить, зазывала к себе в гости. В ее доме терпимости постоянно жило несколько детей от 3 до 14 лет, обслуживая прихоти богатых и внешне добропорядочных представителей высшего общества. Однако в 1909 году в дом терпимости Энрикеты нагрянула полиция. Вместе с сеньорой был задержан некий молодой человек из барселонского семейства с высоким социальным статусом. Благодаря тому, что услугами Энрикеты пользовались многие высокопоставленные люди города, тогда дело удалось замять и отправить в архив. Юных работников отвезли в приют, а их хозяйку отпустили на свободу. Оказавшись на воле, Энрикета смекнула, что расширение бизнеса может повлечь за собой серьезные неприятности. Чтобы сохранить клиентуру, она раздобыла несколько новых маленьких работников и придумала другой параллельный источник дохода. Не менее чудовищный. Энрикета раздобыла несколько старинных книг с колодовскими рецептами и стала заниматься целительством. Она предлагала своим клиентам всевозможные бальзамы, мази, припарки и снадобья для избавления от чахотки и других заболеваний, которые не поддавались лечению методами традиционной медицины. Ингредиенты, которые Риполис использовала для изготовления своих целительных снадобий, состояли из останков маленьких работников ее дома терпимости. Вход шло все – жир, кровь, волосы и кости, которые обычно перемалывались в порошок. В те времена в Испании все еще были сильные суеверия, и поэтому эликсиры Энрикеты продавались более чем хорошо. Особым успехом пользовались животворящие кремы для лица и тела, с помощью которых якобы можно было обрести вечную красоту и молодость. Способ получения основных ингредиентов совершенно не волновал богатых жительниц Барселоны. Энрикета вела двойную жизнь. Днем, в лохмотьях, она просила милостыню у церквей Барселоны, вылавливая маленьких бродяжек. А вечером, одетая в дорогие наряды, посещала самые известные места, где собиралась почтенная публика – оперный театр Лисео, казино и дорогие рестораны, где, по предположению полиции, она и находила клиентов и клиенток. Энрикета Риполис стала довольно состоятельной дамой. В Барселоне у нее было три дома. В одном она жила, во втором располагался дом терпимости, а третий использовался как склад и лаборатория. Бизнес процветал, и Энрикете требовалось все больше и больше сырья. В 1911 году по Барселоне начали ползти слухи о загадочных исчезновениях детей. Губернатор города Портелло Вальбдарес даже выступил перед прессой с их опровержением. Но в начале 1912 года город всколыхнуло известие о пропаже пятилетней Тереситы Гетард. Днем 10 февраля Тересита шла по улице с матерью. Мать встретила знакомую и, остановившись поболтать, отпустила руку дочери. Оглянувшись через пару минут, она обнаружила, что Тересита исчезла. Бегавшие неподалеку дети рассказали, что какая-то сеньора поманила Тереситу конфетой, и та ушла с ней. Прошла неделя, о судьбе малышки по-прежнему ничего не было известно. Общественность была возмущена бездействием полиции. Это было далеко не первое бесследное исчезновение ребенка, а полицейские тем временем проявляли удивительное равнодушие к поискам. 17 февраля бдительная домохозяйка по имени Клаудия Элиас, по другим данным Клаудита, увидела девочку с обритой головой, выглядывающую из окна дома напротив. Клаудия никогда не видела ее раньше. Малышка играла с другим ребенком, Ангелитой, которую все соседи знали как дочь Энрикеты Риполис. Затем, увидев в окне Энрикету, Клаудия поинтересовалась у нее по поводу незнакомой девчушки. Однако Энрикета, не ответив ни слова, попросту захлопнула окно. Клаудия заподозрила, что видела в окне пропавшую недавно Тереситу, и 27 февраля обратилась в полицию. Полицейские выяснили, что владелицей квартиры является Энрикета Риполис, которая тремя годами ранее задерживалась за содержание дома терпимости. Но оснований для обыска не было. И тогда начальник отделения полиции Рибо вызвал Энрикету в участок и сообщил, что на нее поступили жалобы от соседей. Якобы она держит дома кур, а это было запрещено санитарными нормами. Энрикета возмутилась и сама предложила Рибо навестить ее квартиру и лично убедиться в том, что никаких кур у нее дома нет. Разумеется, ни одной курицы Рибо не обнаружил, зато обнаружил двух девочек, одной из которых оказалась пропавшая Тересита. Энрикета заявила, что накануне нашла Тереситу в приходе церкви святого Павла. Женщина сжалилась над ней, привела к себе, накормила и остригла девочке волосы, потому что в них завелись вши. А вторая девочка, Ангелита, по словам Энрикета, была ее дочерью. Полицейского эти объяснения не удовлетворили и сеньора была арестована. Тересита рассказала, что 7 февраля Энрикета подошла к ней на улице, ласково взяла за руку и, пообещав купить ей много сладостей, быстро повела прочь. Вскоре Тересита поняла, что незнакомка уводит ее слишком далеко. Девочка попыталась заплакать, но Энрикета больно ущипнула ее и строго-настрого приказала молчать. Приведя Тереситу в свою квартиру, Энрикета остригла ее, объявила, что теперь ее зовут Фелисидат и что родителей у нее больше нет. По словам Тереситы, Энрикета кормила ее картошкой и черствым хлебом. Она ни разу не ударила ее, однако сильно щипала, если девочка подходила близко к окнам, а это было строго-настрого запрещено. Часто Энрикета куда-то уходила, оставляя Тереситу и Ангелиту в запертой квартире одних. После допроса Тереситу вернули родителям. Показания Ангелиты были гораздо более устрашающими. По словам девочки, до появления Тереситы в квартире жил мальчик по имени Пипито, который звал Энрикету мамой. Внезапно он пропал, а буквально через день Ангелита случайно подсмотрела, как ее мать разделывает Пипито ножом прямо на кухонном столе. Полиция заподозрила, что Ангелита также не является дочерью Энрикеты. Подозрения подтвердились, когда ее бывший муж Хуан Пужало, узнавший о происходящем из газет, пришел в участок и заявил, что детей у них с Энрикетой никогда не было, и он понятия не имеет, откуда у нее могла взяться дочь. Медицинское обследование подтвердило, что Энрикета никогда не рожала. Так скрылась еще одна мрачная тайна этой женщины. Приняв роды у своей невестки Марии Пужало, Риполис убедила ее, что ребенок не выжил, а на самом деле забрала живую и здоровую девочку себе. При обыске квартиры Энрикеты была обнаружена сумка с перепачканной кровью детской одеждой, а также мешок с костями, на которых имелись следы от огня. Также полицейские обратили внимание на то, что в нищей, дурно пахнущей квартире одна из комнат резко контрастировала с остальной обстановкой. Гостиная выглядела почти роскошно, а в дорогом шкафу имелся целый гардероб, красивая одежда для мальчиков и девочек. В одной из комнат, дверь которой пришлось взломать, полицейских ждала еще одна чудовищная находка. На полках стояло множество различных емкостей с останками, жиром, человеческими волосами и с костной пылью. Часть продукции ужасной фабрики Энрикеты уже была расфасована и готова к продаже. В подвале были найдены останки четверых детей. Эти находки дали основание предъявить Энрикете обвинение в 12 убийствах, хотя сыщики подозревали, что на ее совести порядка 40 жизней. Когда Энрикету спросили о Пипито, она рассказала, что одна семья из сельской местности доверила ей заботиться о нем, поскольку он был болен. После выздоровления Пипито отправился домой, и больше ей о нем ничего не было известно. Однако улики, обнаруженные в квартире, показания Ангелиты, а также сбивчивые и путанные показания самой Энрикеты, заставили полицию сомниться в ее словах и прийти в конце концов к выводу, что Энрикета расправилась с Пипито, а его тело использовала для приготовления своих эликсиров. В саду одного из домов Энрикеты полицейские нашли череп и кости, соответствующие костям детей 3, 6 и 8 лет. Также в одной из квартир была найдена тетрадь с рецептами снадобий и список, в котором фигурировали семьи, отдавшие Энрикете детей для присмотра. Кроме того, был обнаружен список, состоящий из имен весьма известных в Барселоне людей, среди которых были видны и политики, врачи, бизнесмены и банкиры. Очевидно, что все они были клиентами. Полиция всеми силами пыталась не допустить обнародования этого списка, понимая, что это вызовет огромный общественный резонанс. В итоге были опубликованы лишь имена обманутых Энрикетой родителей. В ожидании суда Энрикета была заключена в тюрьму Рейна Амалия и, как известно, пыталась уйти из жизни, перерезав себе вены деревянным ножом. Это вызвало общественное возмущение. Люди хотели, чтобы Реполис предстала перед судом и была казнена. Кроме того, многие надеялись, что на суде или в ходе следствия она, наконец, начнет давать показания против высокопоставленных персон. К ней в камеру подселили трех женщин-заключенных, обязанностью которых было следить за Энрикетой день и ночь, чтобы не допустить следующей попытки свести счеты с жизнью. Однако Энрикета Реполис так и не предстала перед судом. Через год и три месяца после ареста, 12 мая 1913 года, она скончалась в тюремной больнице. Официальной причиной ее кончины была названа продолжительная болезнь, предположительно, рак матки. Хотя, как утверждает народная молва, ее линчевали сокамерницы во время одной из прогулок в тюремном дворе. Но в этой истории все не так однозначно. Современные следователи Джорди Караминес и Эльза Плаза провели детальное расследование жизни Энрикета Реполис. Просматривая опубликованные в то время журналистские хроники по этому делу, они заметили, что многие репортеры сфокусировались на первых днях расследования, которые знаменовались ужасными находками. Однако о конкретных результатах следственных действий в связи с этими находками, а также о неопровержимых уликах, указывающих на виновность Энрикета, практически ничего не сообщалось. Исследователи не отрицают, что Энрикета Реполис предоставляла детей для влиятельных господ, однако полагают, что для того, чтобы по возможности замять этот скандал и отвлечь от него внимание народа и была изобретена мрачная, полная леденящих душ и подробностей легенда. Исследователи также считают, что кости, обнаруженные в квартирах Энрикеты, скорее всего были позаимствованы для ее эликсиров с кладбища. Кроме того, факт, что в составе приготовленных Энрикетой снадобий действительно присутствуют фрагменты именно человеческих тел, так и не был подтвержден или опровергнут какими бы то ни было экспертизами. Когда Энрикета умерла, следствие еще велось. Защищавший ее адвокат тоже настаивал на данной версии, указывая на то, что единственным доказанным эпизодом является случай с Терреситой. Однако факт остается фактом. В тот период в Барселоне действительно пропало без вести множество детей. Энрикета Реполис однозначно замешана в очень темных историях, связанных с удовлетворением грязных желаний барселонской элиты. Вопрос лишь в том, правдива ли большая часть приписываемых ей деяний, или же она просто стала козлом отпущения. И ужасная легенда была лишь грамотным прикрытием для некой группы влиятельных господ, творящих очень черные дела. Так или иначе, эту тайну вампирша из Барселоны унесла с собой в могилу.